Северин Боэци Северин Боэци – имя, которое, наверное, многим современным образованным людям ни о чем не говорит. Но эта книга «Утешение философии» была бестселлером более тысячи лет. Если вы хотите найти самый долгоиграющий бестселлер литературный, то это именно «Консуляция». Потому что с момента его распространения вплоть до раннего модерна все образованные люди читали эту книгу, жили этими образами. Если это были философы-богословы, они брали главные схемы аргументы мышления. Таким образом, да, это бестселлер. Но я хотел бы сейчас сделать первый шаг, чтобы описать контекст. Потому что мы не поймем это произведение, если будем подходить к нему просто как к книге. Боэци родился в 480-м примерно году н.э. Это конец V века. И весь V век – это век постепенного угасания того, что называют Западной Римской империей. Я здесь позволю себе маленькое замечание. Дело в том, что был один британский историк XVIII века, который написал книгу об упадке Римской империи. И он усматривал главную причину упадка, а именно христианство. Считалось, что именно христиане были причиной ослабления, а потом разрушения этого мощного государства, этой цивилизации. Безусловно, этой идеи мы еще находим у современников Боэция, даже у современников Августина. Но так ли это? Новые исследования показали, что IV век был очень успешным для Римской империи. IV век начинается, например, эдиктом Константина, 313 год. Константин принимает христианство. Христианство становится признанной, легальной, легитимной религией наряду с другими религиями. И постепенно духовенство, которое было бесправным, которое было маргинальным в Римской империи, начинает приобретать определенное влияние. Питер Браун. У него есть громадная прекрасная книга, громадная по объему, которая называется «Сокровище в небе». Она посвящена IV веку нашей эры. Это новейшее исследование. И он там показывает, что языческая элита была очень влиятельна в IV веке. Конечно, существовали конфликты, существовали дискуссии. Самая известная дискуссия того времени, середины IV века, это дискуссия между Симмахом, лидером языческой партии в Сенате, прадедом того Симмаха, о котором мы еще сегодня скажем, и Амвросием Миланским. Знаменитый спор между Римом и Миланом. Симмах считал, что боги отцов их, традиционные верования должны быть сохранены. Рим держался силой этих богов. И изгнание этих богов или отрицание этих богов ни к чему хорошему не приведет. Так вот, этот IV век был достаточно успешным. И уже в самом конце IV века Феодосий Великий разделяет империю на две части. 395 год – это Восточная Римская империя, Западная Римская империя, между двумя сыновьями. А вот потом происходит нечто, что до сих пор вызывает споры у историков, у культурологов. Дело в том, что вдруг Западная Римская империя начинает стремительно ослабевать. Существует сегодня 200 гипотез причины упадка Западной Римской империи. 200 гипотез. Непонятно почему. В 410 году Аларих захватывает Рим, грабит Рим. Потом в течение нескольких десятилетий несколько раз варвары вторгаются в Рим, грабят его. Потом, в конце концов, падение императорской власти. И Западная Римская империя правит, кто попало. В конце концов, в 476 году был низложен мальчик по имени Август, Ромул Август. И Западная Римская империя прекращает существовать. Вот 476 год – это 4 года до рождения Боэции. Практически Боэции получает при рождении наследство V века. Почему я говорю о 200 гипотезах? Дело в том, что сейчас выдвигаются и новые гипотезы, например, в книге «Фатум» – экологическая гипотеза, согласно которой изменения климата и пандемии были едва ли не главной причиной ослабления Западной Римской империи. Сегодня с помощью естественных наук, новых данных, а плюс еще мы живем в интересном контексте, именно изменение климата и пандемии считается, возможно, наиболее важной причиной. Вот в этом контексте, в контексте V века, что мы видим? Мы видим Западную Европу, разделенную на варварские государства. В это же время мы наблюдаем подъем франков. Спустя всего 20 лет после падения Западной Римской империи, Хлодвиг, король франков, принимает ортодоксальное христианство, принимает крещение. Это время, когда уже живет Боэций, когда Теодорих захватывает Италию, 496 год. И вот в этих варварских территориях варварские короли ведут себя по-разному. Когда Теодорих в 1993 году захватывает Италию, он решает соединить варварское правление с традициями Рима. Оставляется сенат. По-прежнему авторитет сенаторов очень важен. Теодорих, его дочь Маласунта, покровители наук и искусств. Он собирает ученых, он всячески оказывает им знаки внимания. И, казалось бы, достигается вот та точка в самом конце V века, когда хаос варварских завоеваний, хаос вот этих слабых образований государственных наконец начинает выстраиваться в некое приемлемое для западной цивилизации целое. Но в этой системе римская образованность, римская традиция, римская культура образуют собою островки. Это еще небольшие островки, которые есть в Риме, в Милане, в Вероне, в Равенне. Вы знаете, что столицей Теодориха была Равенна и Верона. Именно в Вероне в заседании сената было обвинение боецев в государственной измене объявлено. И вот здесь я хотел бы, чтобы мы представили интеллектуала того времени. Я показал контекст, вот эти все изменения очень быстрые, радикальные. И вот фигура боеца интересна как фигура римского аристократа. Человека, который унаследовал традицию греческой и римской образованности, унаследовал традицию римских политических добродетелей. Мы это сейчас увидим в «Утешение философии», это его главное разочарование. Политические добродетели. Но этот человек, который отличается от христианских мыслителей последующих веков. Потому что вот этот римский аристократ, который пишет малые теологические трактаты, пишет «Утешение», он не так прост, как кажется. Один из медиевистов немецких сказал, что «Утешение философии» – это яркая иллюстрация того, как ведет себя римский аристократ перед лицом смерти. Такая римская виртус, римская добродетель. Но с другой стороны, я сейчас процитирую несколько фраз, самосвидетельство того, как жили эти люди, этот узкий круг людей. Например, теологический трактат «Каким образом Троица есть единый Бог, а не три божества?» Он посвящен тестью Симмаху. И вот там в предисловии боец говорит следующее. «Я очень долго исследовал этот вопрос теологический, употребив все силы, которые даровал божественный свет слабому огоньку моего разума. И теперь, оснастив его аргументами и изложив на бумаге, спешу представить его на твой суд, ожидая твоего мнения с тем же волнением, с каким стремился я сам найти разрешение своей задачи». Первый абзац очень интересный. Огонек моего разума. У Джона Лока потом будет это введение в эссе «Человеческом разумении», что нам Бог не дал такой светильник. Он дал огонек, достаточный для понимания божественного проведения, божественного замысла, предназначения человека. Но вот дальше он говорит интереснейшие вещи, как самохарактеристика их круга. «Что происходит у меня в душе, когда я припоручаю Перу свои размышления, приняв в соображение трудность самого предмета и избранность моей аудитории? Избранность моей аудитории. Ведь я обращаюсь к тебе одному». Избранность. «Я обращаюсь к тебе одному», то есть я тебе посвящаю эту книгу. И вот дальше идет абзац о людях ленивой косности, завистливых и недоброжелательных, к которым он не хочет обращать свои произведения. И в конце концов, совершенно неполиткорректно и антигуманно, он называет большинство людей «человекоподобными чудовищами». Не думали вы, что это такой вот добрый человек, который всех называет добрыми людьми? Это римский аристократ, который говорит большинство косное, ленивое, многие из них человекоподобное чудовище. Я обращаюсь к тебе. Я избрал тебя для этого. И вот что еще очень важно. Вот почему пишу я сжатым и кратким слогом и обозначаю новыми, неизвестными словами все, подчеркнутое мною из сокровенных учений и философии. Пусть только мне и тебе, если обратишь ты когда-нибудь свой взор к этим строкам, будет понятен их смысл. Боец не хочет быть понятным для широких кругов людей. Это наше неверное понимание. Человек пишет книгу, он хочет трактат небольшой, чтобы его прочитала большая аудитория. И он говорит, пусть мне и тебе будет только понятен смысл этой книги, этого произведения. Тем самым мы избавимся от лишних читателей. Представляете, современный писатель говорит, тем самым мы избавимся от лишних читателей. Не в силах понять здесь что-либо, они покажут себя недостойными подобного чтения. И дальше он говорит о том, как окинуть эту проблему единым взором и завершает предисловие так. Итак, тебе, судить, принесли ли какой-нибудь плод семена рассуждений, упавшие в мою душу из сочинений блаженного Августин? То есть вот эти вещи, мы с тобой говорили об Августине, рассуждали, вот теперь судьи сам, настолько это зрелый плод, зрелый плод моих рассуждений. Давайте обобщим, выйдем на более широкий контекст. Вот эти цитаты, что нам показывают? Перед нами узкие круги интеллектуалов, аристократов, старой римской традиции. К их кругу принадлежит, например, диакон Иоанн, ему также посвящено несколько трактатов теологических, еще несколько человек. В принципе, этот круг ограничивается, наверное, десятью-двадцатью людьми. Ну и, конечно, сенаторы, часть сената, и, конечно, сам Теодорих. Это говорит о смещении перспективы. Перед нами вот этот переход, мост, потому что он ментально еще в римской традиции, в римской культуре. А эта культура предполагала занятие философией как занятие на досуге. Занятие философией рассматривались как главное содержание досуга вот этого аристократического круга людей. Например, круг сцепиона африканского младшего или кружок вокруг императора Августа. Если мы будем читать некоторые биографии римских императоров, мы увидим, как они читали Платона, они читали Аристотеля, они читали Стоиков. И, наконец, Цицерон. Очень яркий образ. Самый конец первого столетия до нашей эры. Это человек, который соединяет в себе политику и философию. Для них политика не была чем-то отдельным от философии. Политика – это тоже была часть досуга, ведь они не получали за это деньги. И это видно в первой книге «Утешение философии», когда, общаясь с философией, Боэци проговаривает важную вещь, что в тайных досугах мы говорили с тобой. Там секрето, отиум. Вот наше название. Вот, используя отиум, мы занимались философией. И, конечно же, в этой связи очень важно понять, что Боэци описывает крушение не просто своей личной жизни. Да, он жалуется на жизнь и на вам. Это все подробно описывало, что здесь он как бы пытается себя оправдать. Это некая апология. Это некая апология. Она такая слабая достаточно, потому что у нас это жалобы такие. Он жалуется философией. Но, с другой стороны, ведь речь не идет только о нем самом. Римский аристократ не боится смерти. Он не жалуется перед лицом смерти на то, что кто-то его обидел. Нет, он говорит более серьезные вещи. Он говорит о том, что он научен философией. Он обращается к ней. Я научен тобою, что править должны мудрецы. Что философ должен управлять, как говорил мой учитель Платон. Твой ученик, твой слушатель, философия Платона. И вот я пытался жить добродетельно и применять идеалы Платона к политической жизни. И именно потому, что я шел по пути твоему философии, я и пережил эту катастрофу. Ведь практически он говорит не о себе, что он личную катастрофу потерпел. Он говорит о судьбе философии в политике. Это не я подчеркиваю, это подчеркивают многие современные исследователи. Он говорит, ведь я же попытался жить сообразно идеалом философии, быть честным, защищать слабых, никогда не врать, не кривить душой, говорить прямо, быть олицетворением справедливости. В тексте много латинских оборотов ради общего блага, ради справедливости. И вот все эти вещи приводят его в это печальное состояние. Не в библиотеку, как он говорит, а в темницу, в тюрьму. И философия должна ему ответить на вопрос, в чем дело? То ли философия не приспособлена к жизни, к политике, то ли он поступил недостаточно по-философски. Вот здесь мы пока оставим бояться с его вопросами, и я еще перейду к нескольким деталям вокруг утешения философии как трактата. И так я поместил это в контекст времени, показал эту личность, его круг. Симах, например, его тесть, он был же еще и прекрасным историком. Он написал историю Рима, которая до нас не дошла. И вот нужно понимать, что вот этот досуг, конечно, он не ограничивался только политическими вопросами. Он магистр официорум, премьер-министр, его сыновья консулы, но этим не ограничился этот досуг. Боэци в кругу своих друзей занимается, как вы уже знаете, переводами, занимается изложением учебников, то есть у него целый образовательный проект. Он кроме не только политики и философ, он и педагог. Он пишет учебники к каждой дисциплине артес-либералес, семи свободных искусств. До нас дошло два трактата по арифметике и по музыке. Но он также и поднимает очень важную тему, переводческую программу, переводческий проект. Как вы уже знаете, он хочет перевести всего Платона, всего Аристотеля и показать согласие между Платоном и Аристотелем. Вы спросите, ну зачем ему весь досуг он посвящает, зачем ему это нужно? Перевести на латынь всего Платона, всего Аристотеля, показать согласованность между этими мыслителями. Для чего? Пишет учебники параллельно и принимает участие в политике. Видим, масштаб фигуры. Так вот, в связи с его переводческой деятельностью и возникает это чудо, когда он создает латынь философскую. До него уже были переводы, например, Цицерон, например, Сенека, но осмысленная программа перевода философии на латынь, причем еще сложной теологии греческой, грекоязычной, это заслуга боец. И когда боец называют отцом схоластики, именно потому, что он впервые изобретает этот метод применения логики к догматам или применения логики к истинам веры, но он еще и отец философского латинского языка. Я предложу вашему вниманию несколько примеров, чтобы вы понимали, я буду латинский термин им изобретенный или им запущенный в жизнь переводить, потом греческий термин, ну и что это по-русски означает. Он изобрел такое слово как акциденс. Вообще он изобрел много, сотни терминов, я называю самое главное. Акциденс, мы говорим акцидентальный, акциденса, это симбебекос по-гречески. Мы знаем, что в категориях Аристотеля есть сущность, а есть ее акциденции. Например, то, что я человек, это субстанция, сущность, а то, что я лысею, а когда я стану лысым, это моя акциденция. Когда-то у меня была буйная художническая шевелюра. То есть акцидентальные черты это те, кто могут меняться. Стол красный, но его можно перекрасить, например, в черный. Акциденс. Эссе. Это у Августина мы встречаем, но для боеца это центральное слово. Эссе, бытие, эйной. То эйной по-гречески это субстантивация инфинитива. Эссенция усия греческая. Индивидуум атомом. Интеллектус эпиноэ. Интеллектуалитер эпиноэтикос. Интеллигибеле слово, без которого я с холаст не представляю себе жизни. Интеллигибельный мир. Мундус интеллигибилис. Интеллигибеле это ноэтикос. ноэтикос. Натура фюсис. Опять, здесь он его не изобретает, но дает ему вторую жизнь. Рацио. И вот здесь он с терминами интеллектуальными не совсем внимателен, потому что у него встречается очень много таких синонимов. Рацио это инус, идеануя. Он говорит о рацио мира, о рациональном плане мироздания. Но он также применительно к человеку говорит и о мэнс. В русском переводе это умы или души. Мэнс. Но и интеллектус. Еще несколько примеров. Он придумал слово субсистенция. Это самостоятельное существование. Это то, что или усиуис, или ипостасис. Ипостась. Субсистенция. То есть нечто существующее само по себе. Не в чем-то существующее, само по себе. Ну и, конечно, субстанция. Это хипостасис снова. И, например, универсале. Католу. Универсале. Потому что он, боецы, вводит в игру снова учение об универсалиях. Он в комментариях на трактат Порфирия логически как раз и запускает в европейскую традицию тему универсалии существуют вне нашего сознания. Или они только понятия или имена. Вот эта загадка, которая до сих пор в аналитической философии решается. Я всегда говорил студентов, когда читал курс средневековой философии. Представьте себе, если бы боец и перевел всего Платона, всего Аристотеля. Как бы пошла европейская традиция. Весь Аристотель был переведен только к началу XIII века. спустя восемь веков после смерти боеца. Восемь веков. Аристотеля знали благодаря боецу его переводу двух маленьких трактатов о категории и об истолковании герменевтика, а также о его комментариях на аналитики и на топику. Это органон Аристотеля, логические трактаты Аристотеля. И практически весь инвентарь рациональный до XII века включительно XII век называют веком боец потому что все эти прото-схоласты перво-схоласты такие как Пьера Беляр многие другие они просто были больны боецием. Они взяли у него все схемы мышления. XII век век боец в смысле это оживление схоластических дискуссий утончения терминов и прочего. Вот этот человек этот человек который дал Европе вместе с Августином материал для мышления схемы мышления на 8 веков вперед. Видите роль личности в истории. Человек который дал поколением посчитайте сколько поколений за 8 столетий главный инструментарий и главной темы мышления. И человек который подарил латынь философскую искусственную да осознанную под эти проблемы но осознанно создаваемую латынь. Ну и еще я хотел бы конечно показать вам трактат о музыке издан вот так вот очень красиво тут есть и латинский оригинал и русский перевод и много статей об античной музыке о теории музыки. Посмотрите послушайте что есть ведущему речи музыки нужно изучить три рода музыки. первая музыка мировая тут он пифагорейец он говорит о том что ну не могут вращаться планеты небеса без звуков мы их не слышим да но мир музыкален и пифагорейцы это знали пифагорейцы об этом учили вторая музыка человеческая а третья использующая какие-либо инструменты о мировой музыке сказано очень интересно но я процитирую о человеческой музыке спросите себя какая музыка звучит у вас в душе в уме в теле какая музыка вы вот что он говорит о человеческой музыке человеческую же музыку понимает всякий кто углубляется в самого себя и дальше он говорит о сочетании души и тела и так далее вот он считает что если каждый из вас углубится в самого себя он услышит свою музыку вы начнете звучать где считают впервые появился образ прекрасной дамы философии как дамы платон ранний диалог критон мы знаем что здесь сократ находится в темнице он ожидает возвращения корабля с острова делос если корабль вернется тогда он будет казнен примет чашу с ядом в фидоне диалог фидон тоже начинается этим сюжетом вы знаете что по поверью пока корабль со священной миссией в пути никто не должен быть казнен в афинах и вот сократ там сидит в своей темнице его посвящают ученики и вот он встречает критон к нему приходит и сократ говорит в таком случае я думаю что он придет не сегодня а завтра он это корабль заключается же заключая это из некоторого сна который видел этой ночью незадолго перед тем как проснуться и пожалуй было кстати что ты не разбудил меня то есть молодец что не разбудил какой же это был сон сократ мне казалось что подошла ко мне какая-то прекрасная и величественная женщина в белых одеждах и позвала меня и сказала сократ сократ описывает вот эту удивительную женщину с горящими глазами в белом одеянии как предвестницу выхода из темницы освобождение души от оков тела она проводница это персонифицированная философия которую он служит и потом образ философии и утешения мы находим у Цицерона в тускланских беседах очень ярко но вообще образ философии как терапевта как целительницы встречается уже у Платона вот платоническая традиция понимает философию как терапию души и в тускланских беседах у Цицерона Цицерон пишет одному из адресатов говорит что ты в беде душевной в душевных муках прибегни к философии она исцелит твою душу может исцелиться от душевных терзаний тот кто прибегает к терапии философии к лечению философии вот эти два образа сошлись еще платоновский образ вот этой прекрасной дамы и образ философии как терапевтки это русский неологизм кстати терапевта конечно же но в завершении Беатричи это образ будет жить вплоть до божественной комедии Данте Беатричи у Данте как говорят исследователи это воплощение философии воплощение сапиенции мудрости это все-таки знаете какой век спустя много веков после Боец если говорить об общей структуре она представлена следующим образом пять книг все это представлено в метафорой лечения вот вся эта книга представлена как терапия души Боец причем терапия которая запускает постепенно определенные медикаменты для этого ставит философия диагноз она задает ему несколько вопросов Бог существует он говорит да она потом спрашивает а какие главные конечные цели мира он говорит когда-то помню но сейчас голова болит не вспомню хорошо пойдем дальше откуда и куда мир идет не может ответить ну понятно а что такое человек он дает аристотельское определение что это аниме рационале да иммортале то есть разумное смертное живое существо а она говорит вот понятно теперь ты на самом деле не забыл себя а погрузился в летаргический сон летаргия от забвений и вот после диагноза она предлагает ходы лечения в начале это легкие медикаменты как она говорит чуть не сказал легкие наркотики это риторика именно образ фортуны колесов это вторая книга колесо фортуны и рассмотрение конечных внешних образов счастья в чем счастье слава могущество богат 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 и так далее вот это первый момент риторический после этого начинается третья книга с третьей книги наркотики усиливаются медикаменты становятся более мощными возникает не риторика а рациональная аргументация в третьей книге ставится проблема источника всех благ когда счастье и благо рассматривается главное понятие философия спрашивает что является основанием всех благ и возникает идея бога причем бог здесь понимается как рациональная структура первооснова рационального мира и понимается что человек может быть счастлив если он причастен к благости бога возникает знаменитая формула пер партиципационным человек не может быть счастлив как бог но может быть причастен к божественному счастью для этого нужно стать богоподобным вот это деификация третья часть самая большая в четвертой и пятой части перед нами самые важные вопросы философии до сего дня если мы принимаем что бог существует что он автор и управитель мирового порядка что мы можем быть счастливы будучи причастны к его сущности возникает несколько вопросов опорий которые философия разрешает прямо вот на глазах у боеца это опорий оправдания зла если бог благ то откуда зло унде малу мэст насколько бог благой и существование зла можно согласовать потом возникает еще один вопрос вопрос о свободе воли если бог все предвидит то в чем же свобода воли и здесь возникает второй момент провиденция и свобода провидение бога и свобода это тема четвертой книги очень важные интересные аргументы и там когда идет речь о зле философия показывает что видимость торжества злых людей на самом деле это их крушение она показывает взгляд на мир с другой стороны глубинное понимание мирового порядка то что может показаться торжеством зла на самом деле является торжеством божественного провидения и наконец пятая книга когда мы продвигаемся к пятой книге интенсивность мышления усиливается там возникает сразу несколько вопросов один из них вечность и время и конечно понимание бога определение бога и его познание в сравнении с нашим познанием и вся эта прекрасная поэма пятикнижная видите тоже пять книг тора фактически тора от бояца заканчивается оптимистически конец книги звучит так великая и невыразимая необходимость благочестия возложена на все ибо живете вы под оком всевидящего судьи это итог терапии давайте я суммирую соберу эту картинку итак перед нами метафора исцеления терапии терапия рассматривается в стиле платоновских диалогов как философский разговор медикаменты это вопросы и рассуждения в философском диалоге и боецу постепенно раскрывается главная структура мирового порядка его спокойствие души его здоровье души вот здесь удивительная вещь она зависит от понимания того как устроен мир это отличие от многих христианских авторов последующих столетий речь идет не о спасении души не о том чтобы что-то сделать со своим я со своим индивидуальным началом нет индивидуальное начало созерцает наблюдает раскрывает для себя тайный порядок мира и в этом тайном порядке мира тогда успокаивается душа боец что все в надежных руках и над всем око всевидящего судьи можно быть спокойным мы в надежных руках все в порядке и то что ты считал провалом то что ты считал страданием болью несправедливостью на самом деле это тайные нити божественных решений и ты боец являешься частью божественного плана твои страдания имеют смысл это твоя победа над теодорихом над клеветниками над невежественными людьми несправедливостью 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 несправедливостью